И чего, вообще говоря, этот лысый хочет доказать. Основа всего. То, без чего все рушится, рассыпается в хлам. Рассыпается, как карточный домик. Вот это вот замок свода или замковый камень. Вот таким замком свода, я утверждаю, во всей истории Советского Союза является тезис о том, что было бы еще хуже. Вот если бы мы проиграли эту войну, вот если бы немцы победили, вот если бы они все здесь заняли, было бы еще хуже. И это основа основ, на которой держится все мироощущение советского человека. Это главная скрипа, это главное, что скрепляет эту, как писал, высказал Сабрежнев, новую историческую общность людей. Это главное, что скрепляет советский народ. Вот тогда было бы еще хуже. Все больше и больше меня удивляет не столько сам Солонин, сколько его аудитория, которая слушает этого своего гуру, совершенно не замечая очевидных вещей. Его коротенький итоговый ролик по теме всевозможных злодеяний – яркий пример этого. Почти 40% времени этого ролика посвящено так называемому подведению итогов, с целью, видимо, показать значимость того, что сделано. Хотя понятно, что все эти цифры мало кого интересуют и, скорее всего, служили просто для некого притупления внимания зрителей. И вот здесь как раз и появляется главный фейк. Ради чего, собственно, все вот это в итоговом видео рассказывалось. Оказывается, главная скрепа, главный замок свода, как это образно называет Марк Семенович, не только его цикла, не только истории Второй мировой войны, но и вообще, как он говорит, истории Советского Союза, заключается в следующем положении. Было бы еще хуже. Эту фразу он с пафосом повторяет много раз. Но это положение, как я люблю говорить в таких случаях, не совсем точное. А вернее сказать, совсем не точное. На самом деле, то, что я в своем кругу всегда называл алгоритмом политически беспроигрышной лжи, состоит из двух частей. И вторая из них, она действительно сводится к тому, что было бы еще хуже. Но есть не менее важная первая часть. Если мы сделаем это, будет лучше. А чтобы вся фраза звучала еще красивее, то можно ее произнести так. Если мы не сделаем это, будет еще хуже. Если бы мы не сделали это, было бы еще хуже. И только так, а не иначе. Потому что прежде чем бросить людей в выгребную яму, их нужно к этой яме подвезти. И желательно, чтобы они туда шли добровольно. По большому счету, это очень похоже на хорошо известное выражение о политиках. Политик – это тот, кто может предсказать, что будет завтра, а послезавтра объяснить, почему это не произошло. Ну хорошо, в конце концов, это просто определение. Повод для дискуссий. А что же дальше? Ну, тут поклонники Солонина, конечно, дружно могут начать говорить. Но как же? Он разоблачает советскую ложь. Он храбро разоблачает эти страшилки. Он даже, подумать только, он не просто сравнил жертвы Голодомора с жертвами Холокоста, что уже давно считается многими леваками, не без участия, похоже, Москвы. Одной из мягких форм отрицания катастрофы. Но он даже сказал, что в Голодоморе погибло больше людей, чем в Холокосте. Вот какой храбрец. Но если вы так считаете, вы плохо слушаете и совершенно не умеете анализировать услышанный материал. Ничего подобного Солонин не произносил. Вам это просто послышалось. Он сам не называл цифру погибших при Голодоморе. Он процитировал официальный документ Государственной Думы Российской Федерации, умиляясь при этом, рассказывая, ох, как они написали, надо же, как я люблю этот документ. Как же они такое написали, что голод был вызван насильственной коллективизацией? Чему же тут радоваться? Именно это определение, совершенно не соответствующее действительности, и используется весьма успешно отрицателями Голодомора, как спланированного истребления украинского крестьянства. Да и непокорного казахского тоже. При этом оно используется, когда имеют дело не с какими-то одиозными зоологическими сталинистами, которые просто отрицают Голодомор. А с более-менее подкованным контингентом. При этом даже используя декларативные проклятия в адрес того же Сталина, большевиков. Но подчеркивая, что произошло все из-за нерадивой хозяйственной деятельности, из-за непродуманной коллективизации, из-за начальников на местах, закружившейся от успехов головой. А отнюдь не из-за того, что из крестьян вытряхивали последнее зерно, которое шло за рубеж для получения валюты, а заградотряды, в свою очередь, перекрывали голодные губернии и не пускали людей в города. Причем здесь нерадивая хозяйственная деятельность? Насильственная коллективизация – это всего лишь уничтожение части зажиточных крестьян, справных мужиков, выселением или репрессиями, и интеграция остатков в колхозы. А уж что потом делали с этими колхозами? И как препятствовали людям справляться с голодом? Это совсем о другом. Напомню тем, кто подзабыл, что и Холокост – это не только расстрелы, не только газовые камеры. Это и убийство голодом, тяжелыми условиями работы, отсутствием нормального медицинского обеспечения. Кстати, и количество жертв Голодомора из все того же постановления Госдумы Солонин сравнивал отнюдь не с жертвами Холокоста, а с жертвами Холокоста на оккупированной немцами советской территории. При этом напоминаю, что не он озвучил эту цифру 7 миллионов в качестве той, которую он признает сам. Что же касается упомянутой мной первой части алгоритма лжи относительно того, что если мы это не сделаем, будет еще хуже, о которой Солонин, конечно же, не упоминает, это, собственно, то, о чем всегда говорили советские российские власти в попытке оправдать свои очередные военные акции. Если мы не вторгнемся в Венгрию, будет хуже. Если мы не вторгнемся в Чехословакию, будет хуже. Если мы не войдем в Афганистан, будет хуже. Туда придут американцы. Но если раньше подобные тезисы до начала вторжения доводились только до сравнительно узкого круга лиц и исполнителей, то вторжение в Украину сопровождалось уже совершенно открытым текстом. Если мы туда не войдем, будет хуже. Да и сам Солонин, вероятно, подзабыл, как за пару месяцев до полномасштабного вторжения в 22-м году, он в своем очередном видео сообщил, что его очень беспокоит то, что он видел молодых ребят, которые вешали портрет Бандеры, что свидетельствует о росте украинского нацизма. Это после 8 лет необъявленной войны, аннексии Крыма и оккупации юго-восточных территорий. И посему, дескать, он будет делать цикл проукраинских националистов. Ну, по-видимому, для того, чтобы не было хуже. Но после всех этих мантр, он ведь так и не ответил на вопрос, так было бы хуже? Или если даже не хочется отвечать на этот вопрос, то, может быть, те люди, которые воевали против этого режима, пусть даже в ситуативном союзе с державами оси, они что, по-прежнему злодеи? И если, как Солонин сказал в одном из ответов на коммент, Сталин хуже Гитлера, то те, кто воевали на стороне Сталина, в особенности в репрессивных органах, точно так же могут огульно зачисляться преступники, как зачисляли тех, кто воевал на стороне Гитлера. А как же быть с западными союзниками, которые не дали рухнуть этому сталинскому режиму? Кто они? Коллаборационисты большевизма? Или все-таки можно открыто объявить, что из той и с другой страны были люди, которые воевали против тирании? Против той тирании, которая нарушала их права? Против той тирании, которая угрожала их жизням? Или такое 3D-восприятие истории никому не интересно? Ведь до этого Солонин во всех своих опусах, несмотря на показную критику большевизма, сталинизма, репрессий, гулага, всегда в первую очередь акцетировал внимание на том, что бывшие граждане Советского Союза в германских вооруженных формированиях участвовали во всевозможных зверствах против мирного населения. И даже говоря о российской освободительной армии, Солонин утверждал, что ее действия были абсолютно бессмысленными, ненужными и только оттягивали конец гитлеровского режима. Хотя понятно, что с другой стороны они и препятствовали быстрой победе режима сталинского. И поэтому, несмотря на все филиппики Солонина, в адрес Путина, а эти слова, как вы прекрасно понимаете, никакой смысловой нагрузки не несут, несмотря на все передачи со страшными зверствами большевиков, НКВД, гулага, несмотря на совершенно справедливые рассказы о лживой пропаганде, о выдуманных страшилках, и, наконец, об этом самом будет еще хуже, то если все это отфильтровать, мысль останется той же. Хотя Советы вас постоянно репрессировали, убивали, обманывали, и всех этих страшилок не было и в помине, но воевать нужно было все равно против Гитлера. А все, кто воевали на стороне Гитлера, еще хуже. В заключении хочу сказать, что этот алгоритм политической лжи уже довольно долгое время с не меньшим успехом использует и демократии. За примерами ходить далеко не надо. Если мы не сделаем этих локдаунов, если мы не приведем эти вакцинации, то умрет гораздо больше. Все погибнут, все пропало. Да, мы делали эти локдауны. Да, мы нанесли чувствительный удар по среднему классу. Но если бы мы не сделали, то были бы непоправимые последствия. А в результате огромные потери у людей, у креативных групп населения. А бюрократия, как всегда, в выигрыше, потому что она живет на нашей налоге. Ровно как и с этой историей о глобальном изменении климата и якобы человеческим воздействием на этот климат. Да, в период военных конфликтов эти нарративы немножко затихают. Но как только появляется пауза, вновь те же самые речи. Мы должны сделать такие-то и такие действия, иначе все пропало, иначе всех затопит, иначе все погибнет. Пользуясь тем, что аудитория давно уже подзабыла те же самые мантры 30-летней давности про озоновые дыры, разговоры о том, что все вымрут от ВИЧ-инфекции. И во всех этих случаях единственное отличие от того, что делали большевистские и коммунистические режимы, в визуально более мягких последствиях, без столь очевидных кровавых жертвоприношений. Но ведь по большому счету стоит только начать, а потом, войдя во вкус и подавив любое сопротивление под все тем же лозунгом «будет еще хуже», прийти и к более жестким действиям. Продолжение следует...